МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы и поговорим. Попытаемся объять необъятное, затронуть болевые точки в области безопасности, юстиции, экономики, внешней, внутренней политики. Но начнем почти нетривиально, коль уж лидер партии сегодня в студии. Ваша партия носит название «Развитие и объединение Молдовы». Суть более чем ясна. Вопрос следующий. Что в направлении развития и объединения удалось сделать важного вашей партии? Ну, самое важное, наверное, это наше стремление объединять людей, которые верят в то, что у нашего государства есть будущее, в то, что наш народ может сам собой управлять, верят в то, что у нас есть потенциал, и страна показывала и в кризисные времена, что есть потенциал, в том числе экономический. Мы стараемся объединять таких людей. У нас, слава богу, получается собирать команду. Растете? Растем понемножку, да, и я думаю, что мы на правильном пути. А когда у нас получится объединить людей, тогда вопрос развития будет сугубо техническим, потому что ничего не может быть неисполнимым, нереализованным, если у людей есть вера, есть стремление к чему-то и какой-то цели, красивой цели. Я думаю, что это можно сделать. Мы неоднократно говорили, что, назвав нашу партию развития и объединения, мы именно это имели в виду, что только через объединение людей можно чего-то добиться, ибо за последние 30 с чем-то уже лет любимый приемчик политиков – это разделять общество по различным признакам, критериям и так далее. Только так многие политики добирались до власти и только так они удерживались у власти. Разделять, например, по языковому признаку, по национальному, религиозному, еще многому. Геополитическому прежде всего. Мы верим в то, что только объединяя людей, убирая вот эти пункты или вопросы, которые сеют разногласия, только так можно развиваться в нашей стране. Мы в это верим, я думаю, что этого можно достичь. Платформа «Общая повестка» с идеей создания которой вышли оппозиционные партии левого и правого толка осенью прошлого года не набрала той силы, на которую изначально надеялись идейные вдохновители, наверняка, этого движения. Почему? Я уже, наверное, как-то отвечал на подобный вопрос. Вам в начале, наверное, было все-таки неправильная интерпретация вот этой инициативы. Все время подавалась идея, что это какая-то политическая сила или политический блок, который последует какие-то общие электоральные цели. Мы с самого начала говорили, что это нет. Это была попытка собрать как можно больше политических формирований, актеров, для того, чтобы иметь общую позицию по важным вопросам для, будем говорить, повестки страны. То бишь там было и изменение в избирательном кодексе. Мы говорили про свободную прессу. Как раз мы с вами тогда встречались, когда... Пресса, вот мы говорили про закрытие телеканалов абсолютно без причины и без какого-нибудь обоснования. Ну, вопросы, связанные с экономической ситуацией, то есть реформа в юстиции. То есть много вот таких важных тем, по которым желательно, чтобы как можно больше политических сил имели общее мнение. Получилось у нас тогда иметь общую позицию по изменениям избирательных кодекса. Мы обратились в Венецианскую комиссию. Мы думаем, что тот факт, что власть отказалась на данном этапе от онлайн-голосования, это в том числе и из-за инициативы нашей и других людей, которые об этом выражали беспокойность. То есть есть эффект от этих действий. Мы встречались буквально, по-моему, недели назад с коллегами по платформе, обсуждали следующую повестку, какие вопросы можем вместе поднять, обращаться и в национальные, и в международные организации для того, чтобы обратить внимание на все это. И, конечно, мы были бы рады, если бы побольше политических сил объединились для того, чтобы иметь такую общую позицию. Еще раз повторяю, у нас с самого начала не было электоральных общих целей, потому что там весь спектр политического поля, начиная от правых, заканчивая левых, там и передемии, и социалисты. То есть тут сложно говорить о каких-то общих электоральных целях. Собственно, и не стоит ожидать ничего взрывного в этом отношении. В этой части нет. Я думаю, что нам всем нужно объединяться именно по части выражения общего мнения, общей позиции по таким действиям власти, которые практически разрушают и правовое государство, и свободу прессы, и все. В отношении оппозиции в целом, в одном из моих эфиров, ваш бывший коллега, экс-вице-премьер по вопросам реинтеграции в вашем правительстве Александр Фленкер прямо заявил, что в Молдове отсутствует приличная оппозиция. И все бы ничего, если бы это было мнение лишь представителей власти или сторонников. Но такого мнения, как вы знаете, придерживается и довольно внушительное число граждан Молдовы. Что, на ваш взгляд, является главными причинами такого восприятия? Ну, я постараюсь ответить прилично, да. Всегда у власти есть такой самообман, что у него нет политических противников, и есть такое стремление или самообман, что можно недооценивать. Понятно, что трудно замечать оппозицию, когда власть практически монополизировала всю прессу, закрыла каналы, которые не обязательно с утра до вечера поютим дифирамбо, да. Захватили национальное телевидение, там практически никого нет, у никого нет допуска из оппозиции, да. Остаются только социальные сети, но я вижу какие-то попытки, чтобы и там уже поставить прибор. Понятно, что такими действиями власть ограничивает возможности оппозиции для того, чтобы доводить до людей свое мнение, свою позицию. Ну, как мы уже говорили, зачастую у нас сама власть работает за оппозицию через результаты, которые достигает эта власть своей деятельности. Я думаю, к примеру, очень много, как эта власть разрушает не только страну, а разрушает и сама себя, да, через некомпетентное управление, через явные антидемократические действия, вечное чрезвычайное положение и так далее. Понятно, что не надо думать, что оппозиция делает все, что от нее требуется. Надо, наверное, более активно говорить с гражданами, показывать, какие и нарушения, и неправильные шаги, и ошибки допускает власть. Так что я могу частично согласиться, но выражение неприличное, ну, что сказать. А что значит более активное общение с гражданами? Более активное есть разные пути. Если нам ограничили абсолютно практически допуск в национальную прессу, да, телевидение и так далее, ну, надо чаще встречаться с людьми через собрания, через традиционные такие шаги, объяснять людям. Ну, по мере возможности эту деятельность нужно просто расширять, объяснять людям, потому что очень многие через эти телеканалы, которые финансируются из-за рубежа, которые работают на эту партию, это означает, что эта партия власти финансируется из-за рубежа, то, что у нас запрещено законом. Значит, через эти каналы манипулируют людей, представляют информацию и картинку в том свете, в котором желает эта власть, но людям надо объяснять. Я очень рад, что все больше и больше людей, будем так говорить, просыпаются, понимают ошибку, которую допустили два года назад, отдав всю абсолютную власть этой группировки. Так что надо в этом направлении работать. Мы за то, чтобы объяснять людям, чтобы раскрывать истинную сущность вещей без дестабилизации, без каких-то действий, которые бы дали еще дополнительные поводы и инструменты у этой группировки для того, чтобы разрушить со всем страну. Люди понимают, вы говорите, все более и более открываются глаза шире. И тем не менее, как вы считаете, последние опросы, насколько они соответствуют реальности, на ваш взгляд? Вообще, как вы относитесь к соцопросам? Я отношусь положительно к социологии, как к науке, это ясно. И тут не может быть никаких там сомнений. Насколько качественны эти опросы? Ну, мы видим, что более или менее тенденции... Тренды ясны. Тренды ясны, да. Притом все опросы, которые проводятся, какие-то тренды показывают. Я бы стал больше смотреть на тренды, чем на эти абсолютные или относительные цифры, которые там есть. Не может уже власть скрывать свою некомпетентность. Не может скрывать то, что довела людей практически до нитки, как говорится. Так что это отражается и в соцопросах. Надо продолжать работать. Ну вот смотрите, часть оппозиции пытается достучаться до западных партнеров при встречах, при выступлении с высоких трибун, указывая на явные промахи власти. Последнее время тема сохранения мира самая актуальная. Часть оппозиции проводит протесты более или менее массовые. Вчера не без проблем с прибытием в Кишинев автобусов с протестующими. Прошел очередной протест, достаточно внушительный, организованный партией ШОР, с главным требованием полной оплаты счетов за газ, тепло и электроэнергию. Депутаты ПАСов заявляют о наличии компенсации. Этого достаточно, на большее мы не можем пойти. С другой стороны, такого рода массовые протесты при режиме ЧП, при заявлениях о сохранении рисков дестабилизации ситуации в стране. Что в целом показал вчерашний протест, господин Киев? Я думаю, что объяснимо мнение и позиция столь многих людей, а вчера было очень много людей, по экономической и социальной ситуации. Прежде всего по тарифам и ценам. У нас очень высокие тарифы, они продолжают расти, хотя мы видим, что цены на тот же природный газ на международный. Родный рынок падает. Понятно, что у людей есть обоснования для того, чтобы протестовать. С другой стороны, и мы это уже говорили, то, что некоторые политики или организаторы этих протестов с самого начала компрометируют идею протестов через вот такие неосуществимые лозунги. Заплатите нам полностью счета. Но мы должны быть разумными людьми и понимать, что полностью нигде не оплачивается. И часть депутатов ПАС об этом говорит. Я думаю, что они здесь правы. Мы же не Ливия, а Муаммара Каддафи, который плодил за все. Или другая там, Катар или другие страны, которые имеют такую возможность. Поэтому этот лозунг популистический. Под ним очень сложно собрать людей, которые понимают суть вещей. Поэтому вчера эти протесты, которые организуются, люди, наверное, больше от безнадежности, безысходности, чем веря в то, что выполнят их требования. Понятно, что когда власть дикториальная не позволяет людям протестовать, это абсолютно антидемократически. Это показывает страх и беспредел, до которой дошла эта власть. Это для них плохо закончится. Еще раз, они не первые, не последние. И с ними это обязательно стучится. То, что у нас режим чрезвычайного положения. Я напомню, что каждый раз, когда обращались в парламент для продления, в начале особо там был энергетический вопрос, надо принимать решение и так далее. Сейчас начали пугать людей, что там какая-то дестабилизация, что там заложники, война и так далее. Но если они думают, что чрезвычайное положение, они вообще закроют страну, не позволят людям открывать рот, то они ошибаются. Я им советую позволять людям выражать свое мнение. Потому что если не позволят, потом будут более такие, возможно, более опасные действия. Еще раз, люди от безысходности способны на все. Особенно, когда власть с ними не общается. То, что власть сейчас практически игнорирует общение с людьми и не отвечает на их вопросы и запросы, это только повышает градус, так сказать, опасности в обществе. Социального недовольства. Можно ведь выходить тому же депутату ПАС или премьер-министру новому, объяснять, например, почему невозможно, например, оплатить все счета. Не нападать на людей просто так, да, и называть их разными, а просто объяснять. Вот такое. Вот, например, извините, товарищи, уважаемые граждане, к сожалению, Энергоком купил газ осенью для резервов в три или в четыре раза дороже, чем сейчас на рынке. Вот именно поэтому вы будете продолжать платить 29 лет. И поэтому правительство не сможет. Им же нужно выходить. Кстати, мы помним, что обещали прозрачность, дисциплину и так далее. Я еще не вижу, чтобы нам показывали цены реальные и объемы, по которым были потрачены эти миллиарды лей на закупку. И по которым сейчас мы вынуждены платить 29 лей за кубометр газа, когда на рынке он стоит гораздо меньше. Поэтому здесь нужно больше открытости от власти, но они продолжают игнорировать. Наверное, надеются на штыки иностранцев, что они смогут удержаться. Но это глупость, поверьте. Даже иностранцы не будут их поддерживать в такой, безусловно, недемократической деятельности и позиции. И об этом тоже мы поговорим поподробнее. Ну, как бы там ни было, власть боится протестов? Или пока эти протесты организованы партией ШОР, они не считают, что это реальная угроза власти? Ну, протестов, организованных этой политической силой, там не только партия ШОР, я думаю, что власти не боятся. Но они боятся, чтобы не разрастались эти масштабы этих протестов. Потому что даже эта власть понимает, что организаторы не в состоянии платить стольким людям для участия. Там очень много людей, понятно, что там очень много людей приходили и приезжали без того, чтобы им кто-то платил. Я думаю, что там за транспорт организаторы платили, но большинство людей, наверное, собрались без того, чтобы им платили. Власть это понимает и понимает, что ситуация в стране и дальше будет деградировать, потому что они не в состоянии что-то изменить. И вот именно они боятся того, что процесс будет, или масштабы протеста вырастут. Поэтому они пошли на эту авантюру, госпожа президент, с тем заявлением, что готовит кто-то государственный переворот в ее стране. Что кто-то будет захвативать заложников и так далее. Я уже выражался, из какой в области такого рода заявления, только подтверждая это. Значит, они делают это для того, чтобы как-то демотивировать людей, выходить на протесты и так далее. Но обращает на себя в этом отношении один нюанс. По словам президента, в стране угроза госпереворота. С госпожей Таубер снимает все ограничения. Какова логика в этом отношении? Здесь, кажется, все объяснимо. У юстиции, у судов нет просто обоснований для того, чтобы дальше преследовать таким образом госпожу Таубер. Ее безосновательно держали закрытой, кстати. Там еще будут последствия вот этих действий государственных органов. А судья принимает решение, исходя из фактов, из пробы, доказательств, которые прокуратура в состоянии представлять. Если они не в состоянии предоставить, какой судья примет решение? Я думаю, что первый вал, когда вот судьи боялись разных этих ребят из органов, которые звонили, им пугали и так далее. Вот первый вал прошел. Сейчас судья смотрят на «покажите мне доказательства, и мы вынесем решение». Просто так, что есть звонок от одного проходенца к другому уже не проходит. Мы уже обсуждали часто эту тему. Правая рука не знает, что делает левая. Бандак пока в системе. Поэтому тот факт, что боятся протестов, а с другой стороны, есть такие решения суда, обоснованные. А к слову, а как вы отреагировали на тот факт, что господин Гроссов, в числе прочих, назвал и вашу фамилию, перечисляя представителей пятой колонны в Молдове? Ну, я отреагировал в свойственной мне манере с сарказмом, потому что на этого человека обижаться не нужно. Это большая беда для страны, что такой проходимец оказался практически первым человеком в государстве. Ну, он любит ставить такие этикетки, там консервы, там пятая колонна, там вообще бредил прошлой осенью, что я признал долг Приднестровья по газу. То есть разные вот такие. Ну, человек страдает, что сказать. Хуже всего, что из-за того, что такие вот экземпляры дорвались до власти в Республике Молдова, у нас практически уничтожается и страна, и будущее этой страны. Это самое главное. А так, что реагировать на друга Майсанду. Они же все из одной лаборатории. У господина Гросу есть возможность всегда прийти в эту студию и сказать все, что он думает на предмет того, чтобы господин Кику, например, сказал и как отреагировал. Кстати, да, мы обратились по этому поводу, для того, чтобы он вышел и опроверг все эти свои заявления. Если в течение, сколько там еще осталось, две или три недели этого не будет, понятно, что мы обратимся в суд по этому делу. Я уже обратился в СИП для того, чтобы они вышли и подтвердили, или наоборот, опровергли вот эту информацию. Я за него возьмусь, за этого типа. Важный момент. Кстати говоря, способный изменить ход политической игры в Молдове. Вот уже более трех месяцев, как вы знаете, по запросу Минюста на рассмотрении в Конституционном суде находится уведомление о проверке конституционности действий партии ШОР. Цитирую госпожу Стамате. Главу парламентской юридической комиссии, к слову, ждем решения КС и уведомления о признании неконституционности политической партии ШОР. Кроме того, Венецианская комиссия попросила суд принять решение по своему усмотрению на основе имеющейся у них информации и доказательств. Соответственно, ждем решения, говорит Стамате. Если решением будет запрет, каким может быть дальнейшее развитие событий, господин Кико? Ну, я думаю, что несмотря на все наши мнения о конституционном суде, все-таки, когда какое-то решение выпускают, они должны обосновать что-то. Вот что они обоснуют для того, чтобы запретить политическую партию ШОР? Что они обоснуют? Что финансируются там протесты? Что там поймали бывшая кандидата на выборы мэра Бельц с пирожками и для этого ее сняли с выборов? Если есть такие серьезные доказательства, я не могу понять, почему уже в течение года, например, партия продолжает финансировать транспорт для протестов и так далее. Вот все эти заявления громкие прокуратуры за день до каждого из протестов, что еще кого-то задержали и так далее. Мы же не видим, чтобы было продолжение как бы юридическое всего этого. Поэтому я думаю, что все, что там написано или есть обращение в конституционном суде, это опять же из области людей, которые нуждаются в срочной помощи, специализированной. Я думаю, что если конституционный суд примет такое решение на основании всех этих псевдофакторов, то в Республике Молдово будет создан очень опасный прецедент. Сколько опасных прецедентов было создано в Республике Молдово? То есть тут депутаты в парламенте, тут может быть переформатирована система, возможно и досрочные выборы. Вообще по-другому может развиваться ситуация. Неадекватные люди всегда думают или надеются на то, что их действия останутся без... Но это же не так. Последствия будут, наказания будут за это. Это будет очень серьезным решением с последствиями, если они примут такое решение о запрете политической партии. Общество должно быть информировано. А что им может помешать? Вот вы говорите, общество сейчас не может быть информировано достойным образом. Не могут судья просто принять решение без обоснований. Вы видите, все решения конституционного суда. Там очень-очень много обоснований, исходя из этого, приводит национальное законодательство, мнение Венецианской комиссии и так далее. И после всего в это выносится решение. Просто так, как сняли Тауберс выборов, я думаю, не получится на этот раз. Нет, у нас просто были прецеденты. Если бы не они, я бы и не задавала вам вопросов. Хорошо, к судебной системе обратимся. Там почти коллапс. Я напомню, 20 из 24 судей высшей судебной палаты подали в отставку. Министр юстиции Вероника Михайлов-Марару признает тот факт, что волна увольнения судей может привести к краху системы. Однако не говорит о том, какие меры будут предприняты во избежание проблем. Тем не менее, призывает судей не игнорировать общее собрание судей, где будет определен новый состав высшего совета магистратуры. Министр надеется, что совместно ему удастся найти пути решения проблемы. Кризис в системе, общее собрание судей пройдет 17 марта. Тогда же будет определен новый состав высшего совета магистратуры. Его сформируют из числа судей, которые успешно прошли комиссию при витинг. Сейчас известно, что из 28 судей, представленных комиссией, проверку смогли пройти только 5. Как будет разрешен кризис судебной системы, вызванный уходом из высшего совета магистратуры? 20 судей пока непонятно. Министр юстиции уверяет, что не допустит коллапса. Госпожа Стамати заявляет о том, что есть план Б и план С. И вообще, судьи испугались комиссии. И все понятно. Вот этот саботаж понятен. Но в любом случае, пока действенных решений по выходу из кризиса нет. Господин Кикуш, что это за бунт? Раз. И что он за собой несет? Два. Ну, это последствия так называемой реформы юстиции и внешней оценки или при витинга, а потом и витинга судей и прокуроров. Исходим из того, что в 2020 году Греку, вот есть эта организация, Консилия Уропы, да, сказала, что или вынесла как бы рекомендацию или мнение, что внешнюю оценку представителей юстиции не нужно проводить так, как оно проводится, потому что это означает прямое вмешательство политической власти вот в эту юстицию. И как бы это ни подавалось, все равно это будет иметь как конечный результат контроль над юстицией. А именно ведь для этого затеивалась реформа, чтобы укрепить независимость этой системы. Теперь по самому процессу оценки. Эта власть, конечно, игнорировала все мнения и так далее, и пошла по этой оценке. Началось с того, что они создали эту комиссию оценочную. Там многие входят и иностранцы, и кто хочешь, но входят и три представителя парламента республики Молдова, за которые, понятно, голосовал ПАС, который ПАС и выдвинуло. Выдвиженцы, так сказать. Да, и среди них, например, госпожа Радукану. Екс-судья такая очень знакомая, которая сейчас в европейском суде по правам человека рассматривается дело по ее решению от 2011 года, когда одному экономическому агенту просто взяли, значит, украли бизнес, да, и сейчас там, по-моему, они подали претензии на 135 миллионов евро или долларов. Евро, наверное, да. Вот по такому решению, да. Она же является спонсором партии ПАС, да. Она же является родственником другого большого спонсора партии ПАС, господину Македона. Тот, что нам продает интернет, да, и который, кстати, создал структуры, которые следят за людьми. Да, вот такая частная контора, которые следят за людьми. В той же комиссии, которую ПАС доверила проверять судей высшего совета магистратуры и прокурора и так далее, входит какая-то Дуанна Хребтьевич, да, вот, которая является, если не членом, то явным сторонником партии ПАС, да, которая имеет какого-то родственника, не знаю, отца или там другого родственника, который виновен в каком-то преступлении, да. И вот она будет оценивать судей, которые должны, по-моему, из апелляционной палаты, которые должны вынести вот решение по этой части, да. Вот такая у нас оценочная комиссия, фильтр такой майевский, да. Понятно, что люди, которые работают в этой системе, видя, кто их будет оценивать, у них возникает вопрос. А судей кто, да? Да, а судей-то кто? Через какой фильтр нас пропускает? Неподкупности, там, бескоррупности? Или, например, политический. Является ли данный товарищ политически лояльным и надежным, как раньше говорили. Тем более, что люди увидели, как прошел первый этап, так называемый приветинг для кандидатов в высший совет магистратуры. Люди смотрели, кто прошел через этот фильтр, а кого не пропустили. Там есть молодые судьи, которые вообще не имеют никаких, как бы, прецедентов, там, или хотя бы намеков на коррумпированность, которых эта комиссия просто не пропустила. Там есть молодой судья, по-моему, Ион Киртуак, там, господин Паниш, там, там, Верика, не забыл сейчас фамилию, да. Вот они выступали, да. И они во всем слышании, да, высказывали. Она, будучи в отпуске, да, по уходу за ребенком, не подала эту декларацию, да. И вот из-за этого ее просто не пропустили. С другой стороны, пропускают людей, которые являются лояльными. Поэтому у всех судей, в том числе высшей судебной палаты, да, высшей судебной палаты, да, возникает вопрос, кто нас будет экзаминировать и на кой предмет. И, наверное, они решили таким образом просто уйти из системы, да. Написали заявление. Это бунт? Я не думаю, что это бунт. Потому что, если я знаю, что меня какой-то продажный будет экзаминировать, я, наверное, тоже не пойду на это. Кто он такой, чтобы меня экзаминировал? Тем более, если я увидел, что... или оценил, да. Поэтому то, что сейчас новый министр юстиции, она, кстати, была заместителем Литвиненко, по-моему, и заместителем стомати, когда та была министром юстиции, старается, с одной стороны, использовать кнут, а с другой пряник, мне как-то так не особо приветствуется, да. Она в первый или во второй день своего мандата министра пошла или вызвала судей соответствующей инстанции, попробовала их уговорить, как, возвратить свои заявления, да, или взять обратно свои заявления, хотя их заявления уже были утверждены, да, в высшем советом магистратуры. Когда те сказали, что в таких условиях они не будут этого делать, начали там обещать им существенное повышение зарплаты, помните, вот в первый день, существенное повышение зарплаты, хотя, кстати, по решению конституционного суда с декабря 22-го года... Мы помним, как обсуждалось существенное повышение зарплаты судьям, когда это делал Плохотнюк. Ну, да, вот... Ничто не ново под луной. Ну, я хочу сказать, что на самом деле это такой, так называемый пряник или обещание, это на самом деле является обязательством правительства, потому что в декабре прошлого года конституционный суд вынес решение, по которой государство или правительство обязано каждый год индексировать зарплату судям, по крайней мере, на уровне инфляции, да? Вот понятно, что в этом году они этого не сделали, хотя это уже является обязательным по решению конституционного суда. Кстати, я думаю, что это должен быть и прецедентом для конституционного суда, потому что там есть обращение и для пенсионеров, которые тоже по закону должны получать индексацию на уровне инфляции прошлого года. Надеемся, что они будут последовательными судей конституционного суда и вынесут такое же решение и не обяжут партию или правительство, которое так заботилось о пенсионерах в предвыборной кампании, чтобы они индексировали на уровень инфляции. Так вот, она пришла как бы и с этим, так называемым, пряником перед судьями, чтобы мы вам повысим зарплату, вы, пожалуйста, возвращайтесь. Когда те сказали, речь не идет о деньгах, речь идет о... В этой комиссии, которая не соответствует объявленным целям и так далее, начали их пугать. Там есть одна советница, которая сейчас вчера или позавчера стала советницей Майсан уже по юстиции, да, вот она там все-то как бы... Ну, не получается у них вернуть этих судей, потому что пока не изменится подход к этой оценке, когда-то пока там не будут объективные люди, пока там не уберут этих представителей ПАС, которые попали в эту комиссию, понятно, что там нормальные люди просто не пойдут. Сейчас они хотят созвать это общее собрание судей 17 марта, которое по их намерениям должно быть окончательным аккордом в порабощении этой системы. Там эта независимая веть власти должна избрать руководителей высшего совета магистратуры из тех, которые прошли фильтр вот этих двух особ. Понимаете? Ну, это что за... Понятно, что это издевательство над людьми и так далее. Система воев заблокирована. Есть пример Албании, которые тоже так пошли. Значит, люди ушли. И дело в том, что я увидел мнение многих, мы там размещали даже пост, мнение многих, пусть они уходят и так далее и тому подобное. Но если они понимают, какие последствия этого, сколько лет будут продолжаться рассмотрения в судебной инстанции всех этих дел, ну, там есть люди, которые... А последствия, с вашего позволения, сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Мы снова в студии. Продолжаем разговор о том, что за собой несет кризис судебной системы, господин. Там говорили по последствия вот этой блокировки, да, вот в системе юстиции. Поверьте, что последствия большие. Если бы не было таких последствий, министр юстиции не ходил, а бы к ним и просил, чтобы они отозвали свои заявления и не приманивало их высокими зарплатами. У системы, в системе будут проблемы, потому что многие дела, которые и так годами задерживаются, их рассмотрение, будут еще дальше задерживаться рассмотрение. Многие людей, которые в предварительном заключении ожидают, да, многие экономические агенты, которые имеют разные, да, вот тяжбы и так далее. Это будет продолжаться. Это большие последствия для тех, которые понимают. Еще раз повторяю, то, что многие люди говорят, ну, пусть уходят, пусть все уходят и так далее. Подумаешь, да. Да, завтра так уйдут медики, послезавтра уйдут учителя, да. И что у меня больше всего в этой истории, как бы, сначала их всех обзывают коррупционерами. Все судьи коррупционеры, воры и так далее, когда они уходят, говорят, возвращайтесь обратно, да. Вот мы проводили параллель. В декабре 2020 года Майя Санду, извините, кричала она в этой площади, что правительство, воры и так далее, уходите. Как только было объявлено об отставке, начала говорить по-другому, оставайтесь, почему вы покидаете. Вот точно так же. Воры в судах, судьи воры, как только они уходят, начинают говорить, что они саботируют. Да, вот такая у нас, такое отсутствие логики. Сейчас на рассмотрение там и венецианской комиссии есть эти изменения в этом законе, о приветинге и так далее. Надеюсь, что они через это изменят ситуацию. Мы обращались к генеральному секретарю Совета Европы. Вот мы вместе с моим коллегом, господином Нагачевским, написали к генеральному секретарю. Там, кстати, нам ответили, сказали, что они тоже надеются через мнение венецианской комиссии поправить дела по этой ситуации. Насколько они захотят изменить ситуацию, убрать из этой комиссии людей, которые явно не соответствуют этой роли. Будем посмотреть. Еще одна серьезная история. Прокурорская система, там государство в государстве, там тоже есть свои проблемы. Но как будет осуществляться реформа юстиции в таких обстоятельствах? Что она собой будет представлять? Нам объявляли, что делают реформу для того, чтобы повысить независимость и неподкупность системы. Через эти фильтры, так называемые, как раз наоборот делается. Мы видим коррумпированных людей, которые оценивают судей, прокуроров и так далее. То есть они, наоборот, хотят подчинить еще больше юридическую систему. А возвращение в прокуратура одиозных прокуроров? Ну, я думаю, что здесь точно так же, если принимаются через суды такие решения, наверное, обосновательная или доказательная база того, что их убрали когда-то, страдает по фактологии, будем говорить. Я не хочу говорить, что одно решение правильное, другое неправильное, потому что раз судьи приняли такое решение, я бы не сказал, что они правы или неправы. Мы видим такое желание крови, будем так говорить, от общего. Пусть того посадят, пусть того все воры и так далее. Ну, завтра они про Майя Санду будут так говорить. Есть желание, которое на уровне инстинктов, наверное, и которое было создано через манипуляции той же Майя Санду, потому что у нее кругом коррупция, воры и так далее. А есть и юстиция, мы хотим и не хотим, должны следовать тому, что есть. Есть доказательства? Хорошо, нет доказательств. Вы можете много-много говорить. А когда госпожа Санду объявляет, для того, чтобы сохранить уровень народной поддержки реформы, судьи должны принимать решения, которые это, как бы, или общество требует, иначе они не пройдут при рейтинге. Кстати, это тоже один из фактов, почему судишь ли. Мы обсуждали с юристами. То есть, открытым текстом, руководитель политической власти в стране, президент выходит и говорит, уважаемые судьи, если вы не будете принимать решения те, которые ожидают народа, или которые я бы, я создал, а как ожидание народа, вы не пройдете при рейтинге. Какой нормальный судья останется после этого? Он что, он должен по приказу Майя Санду кого-то посудить, засудить, кого-то посадить, а потом он будет отвечать за это. Тут как складывается история, учитывая, что реформа юстиции одна из главных составляющих успеха на пути Молдовы в ЕС, как на такого рода скандалы их решения отреагируют западные партнеры? Надо признать, что у западных наших партнеров пока доминанта, в их позиции это война, это то, что творится в регионе, и они сейчас в открытую используют двойные стандарты, вот потому что происходит в республике Молдова. Понятно, что они, извините, вбухали за эти 10 с чем-то лет огромные суммы денег, прежде всего наши партнеры из Соединенных Штатов Америки, так называемую реформу юстиции, и они вынуждены держать эту тему так высоко. К тому же это хороший инструмент для того, чтобы, как в случае Румынии, например, обезглавить, например, местную власть, да, или местных лидеров и так далее. Вот выращивается плеяда таких сарасистов, которые вот на волне борьбы с коррупцией, вот их поднимают, а других просто обезглавливают. Так произошло в Румынии с этим ДНР, да, и притом они даже не хотят слушать о том, что после двух лет абсолютного управления этой власти доходы государственного бюджета, да, не повысились, а даже снизились, если смотреть по реальной стоимости. Хотя мы так понимаем, что когда речь идет о коррупции, прежде всего деньги уходят из бюджета государства. Деньги там не выросли, уровень благосостояния народа, я думаю, каждый адекватный человек скажет, что он намного упал, да. Какие еще у нас последствия коррупции, да? То есть если эти последствия не исчезли, значит коррупция у нас, наоборот, процветает. А то, что наши партнеры-то не хотят признавать, и при каждом удобном случае поют дифирамбы и аплодируют, как говорится, стоя вот этой политики, это просто компрометирует их. Еще раз говорили, всегда у нас так, когда самоназванная, да, или самопровозглашенная проевропейская власть, всегда уровень поддержки проевропейского курса падает. То, что у нас сейчас происходит. Ну хорошо, вы сказали, геополитика решает в конце осени. По идее, Молдова должна приблизиться к ЕС, выполнив очередное домашнее задание в качестве кандидата. Ваши прогнозы по возможности справиться с поставленными задачами нового старого Кабмина во главе с Дарьей Набричан? Не секрет, что несмотря опять же на овации, которые бывший премьер-мисс получила в рамках своего последнего визита в Брюсселе, все отмечают, в отчетах написано, что наша страна является аутсайдером из этих трех стран, Украина, Грузия, Молдова, по части выполнения принятых на себя обязательств, прежде всего по изменению законодательной базы. Это простое правительство, практически ничего не сделано из того, что нужно было сделать в прошлом году. Поэтому в том числе и убрали. Я надеюсь, что новое правительство, хотя оно старое, но руководитель новый, обратить на это внимание. И помимо вот этих реляций триумфальных, будет заниматься и работа. И там уйма работы. И мы видим, что у нас практически парламент бездействует из-за того, что правительство не подготавливает законопроекты. Я не знаю, сколько в феврале заседал, сколько раз заседал парламент. Если убрать заседание, когда они назначали правительство, по-моему, там было одно заседание. Ну сказано же было четко, что дай бог раз в две недели, или по территориям есть, в конце концов, скоро местные выборы. Надо же заниматься делами, а не заседать парламент. Это говорит о том, что у парламента нет работы. Ведь основным, будем так говорить, автором, производителем законопроектов и сырья для работы парламента, это правительство. Ну и надеюсь, что новое правительство там вынесет уроки. И по крайней части по тому, что называется повестка евроинтеграции, они будут двигаться веселее. Тем более, что там, по крайней мере, я увидел какие-то изменения в составе, которые подают такие надежды. Я думаю, что и Министерство энергетики, которого еще не существует, но есть министр, достаточно подготовленный специалист. И моя коллега из Министерства финансов, с которой я работал, госпожа Вероника Врагалева, оба фамилию, извините, да, Сирица, но извините, да, они подготовленные специалисты. Если эти проходимцы из ПАС не будут им мешать работать, то они как бы... То есть у вас надежды есть, и вы с оптимизмом смотрите? По крайней части по этой области я очень надеюсь, что им позволят работать, и такие проходимцы, которые работают в парламенте, не будут им мешать. Но я боюсь, что это, к сожалению, так и будет. Вопрос безопасности стоит очень и очень остро. Тема Приднестровья заиграла тревожными красками, если уместно так выразиться. Трудно было себе представить подобные сценарии до 24 февраля прошлого года, но констатируем. Все чаще Украина заявляет о возможности силового сценария в отношении Приднестровья. Вопрос только за просьбой Кишинева. Подтверждается факт стягивания войск, вооружений к украинской Приднестровской границе, что не может не вызывать панику или тревогу, по крайней мере. В то же время Кишинев заявляет исключительно о мирном разрешении Приднестровского урегулирования конфликта. Вопрос. Что реально может побудить Украину совершить этот шаг? Как следует именно сейчас отреагировать молдавским властям, дабы снять напряжение? Если смотреть трезво на вещи, понятно, что Украина как вожжущая сторона была бы заинтересована сейчас, чтобы как можно больше других стран вовлечь, потому что это опять же повышает и уровень внимания, и поддержки из-за рубежа и так далее. Видел заявление премьер-министра Грузии, по-моему, в начале февраля он говорил открыто про второй фронт, что его страну, как и нас, стараются втягивать в это, но мы не допустим. Теперь по реальности. Понятно, что Украина не начнет какие-то действия против одного из регионов Республики Молдова, Приднестровья, без официального разрешения или позволения властей, наших властей, главнокомандующего нашего, потому что если этого не будет, они всунутся туда, это будет просто агрессия против независимого государства. Я думаю, что они на это не могут пойти. Поэтому мы надеемся, что госпожа Санду, если она поскребет по сусекам и найдет остатки разума, она не пойдет на такую провокацию, чтобы позволить или разрешить третьей стране вмешиваться военным путем на нашу территорию. Я хочу отметить, наверное, очень хорошую позицию Румынии по этой части. Мы знаем, что они выступают категорически против такого действия провокаций и авантюр. Насчет других партнеров еще нужно знать, что они делают и как делают. Поэтому считаю, что Украина туда не сунется без официального разрешения. А что бы поспособствовало закрытию, раз и навсегда этой темы, снятие этого вопроса силовой акции со стороны Украины в отношении Приднестровья? Я не говорю сейчас глобально о завершении войны. Слушая доводы некоторых украинских официальных лиц, и в какой-то мере с ними можно согласиться, да, на этой территории Республики Молдова находится часть российской армии. Они воюют с российской армией, только они могут говорить, что там есть какая-то опасность, существуют какие-то риски и так далее. Но пусть они себе на своей территории роют траншеи, готовятся и так далее. Но без того, чтобы... Молдова должна потребовать гарантии. Я уверен, и каждый здравомыслящий человек понимает, что никто из Приднестровья не будет сейчас атаковать или что-то делать по части Украины, да, в увлечении в войну. Поэтому... Молдова должна потребовать гарантии безопасности официально от Украины, от России? Ну, почему мы должны требовать гарантии безопасности, если мы страна, член ООН, у нас все есть права, международные права и так далее. Литеральная страна, то есть любое посягательство на этот статус и на мир в Республике Молдова будет называться просто агрессией. И независимо, кто это сделает. А как должны реагировать официальные власти на такого рода заявления? Вы знаете об очередях на границе с Румынией? Молдова не бегут, многие боятся. Официальные власти, по-моему, говорят, что все будет мирным путем. Я склонен им верить. Другое дело, что они используют украинский фактор для того, чтобы вот сеять панику в Республике Молдова. А какова логика? Зачем нам эта паника нужна? В такое неспокойное время. Ну, для чего эта паника? Ясно для чего. Чтобы мы с вами говорили сейчас о войне, они говорили о том, почему подняли вчера или сегодня тариф на теплоэнергию в 700 лей, когда цены на газ упали в 6 раз. Ну, давайте перейдем к теме финансов. Для того, чтобы переместить внимание общества от катастроф по части социально-экономической ситуации, они все время нас пугают. Я знаю точно, что наши партнеры иностранной миссии в Кишиневе где-то с ухмылкой, где-то так восприняли эту выходку госпожи Санду, когда она всех пугала, что у нас будет госпереборот, будут заложники и так далее. Но часть из наших сограждан, наверное, для того, чтобы себя обезопасить, приняла решение уехать. Это и является последствием безответственных заявлений, безответственной позиции. Она просто хочет удержаться в власти и будет использовать все, и чрезвычайную ситуацию, и полицию, и разные пугалки такого рода. Но еще раз я вижу, что все больше и больше людей понимают, что с этой особой творится. И как бы уже не так особо обращают внимание. А что бы вы, как премьер-министр, делали на данный момент, учитывая панику такую? Допустим, она была создана президентом. Я понимаю, что были бы согласованные действия президента и премьеры. И тем не менее, как вы считаете, как премьер должен себя вести в данном случае? Мы слышали разговор господина Ричана с властями Украины? Я не слышал от господина Ричана, чтобы он говорил, что убегайте, что у нас будет война, или на нас нападут, и у нас будет госпереворот, или так далее. Он старался так. Говорит по фактам, мне кажется. Когда он говорит про демилитаризацию, но потом так отошло немножко. И он один говорил про демилитаризацию. Возможно, в этом контексте его заявление воспринимается более так остро, но не правительство. Мы говорили о том, что мы являемся страной нейтральной. Соответственно, в какой-то перспективе на нашей территории не должны быть ни русские, ни румынские, ни какие-то еще натовские войска. А как вы себе? Представьте себе, Россия говорит, окей, демилитаризируемся. Как это вообще можно себе представить? На текущий момент, когда выдвигаешь такие требования, ты должен принимать последствия. Это не текущий момент, да. А я про текущий, потому что именно сейчас. Я не слышал, например, чтобы господин Ричан сказал, что демилитаризация должна произойти с 12 часов до не знаю сколько. А когда ты требуешь, ты же должен понимать, какие последствия могут быть. Скажут, давай. Нет, но вы согласны с тем, что ненормально, когда на территории нейтрального государства находятся иностранные войска, независимо еще раз откуда они. И так далее. Так должно быть. Я говорю сейчас вам о факте. Давай, говорит Россия, демилитаризируемся. Выводим. Как это вообще себе можно представить? Давайте подпишут, что когда будет возможность эвакуировать эти войска и оружие, или так далее, или утилизировать, значит, страна взяла на себя такое обязательство. Поэтому в этой ситуации любой, не только премьер-министр, но любой государственный, не знаю, руководитель или функционер должен оперировать фактами, а не кошмарами, которые президент выходит и пугает людей. Кстати, она пропала с тех пор. Она была там две недели за овациями. И больше на эту тему она не высказывалась. Наверное, ей сказали, чем чреваты такие последствия. И показали кадры с наших пропускных пунктов. Дабы завершить тему, и перейдем уже к теме финансов и последствия энергетического кризиса, если он завершен. Каким вы видите развитие переговоров Кишинев-Тирасполь, в том числе в свете принятия закона о сепаратизме? Давайте прежде всего поприветствуем тот факт, что диалог существует. Мы видели даже после этого заявления, еще раз авентурного госпожи президента, и после всех этих сигналов или страшилок, которые от некоторых украинских деятелей поступают сюда, была встреча между господином Серебряным и Игнатьевым. Они говорят, обсуждают, это уже хорошо. И надеемся, что в контексте этих переговоров, этого обсуждения, во-первых, все эти риски, связанные с безопасностью, спадут на нет, и получится все-таки интегрировать сначала экономически, социальные берега и так далее. Насколько закон, опять эта авантюра этой власти по сепаратизму может влиять на этот процесс, конечно, он может влиять, потому что по этому закону практически любой человек слева берега Днестра, который имеет какие-то обязательства или в силу своей работы, он все подпадает под этот закон. Любое заявление, которое высказано, это сразу попадает под закон. Но, с другой стороны, я понимаю, что Террасполь понимает, сколько, чего стоят все эти авантюры, все эти заявления. Сначала принимает закон, потом отправляет венецианскую комиссию, потом подставляет своих партнеров из Совета Европы и так далее. Сумасшедший дом. А как коррелируют наши закупки электроэнергии на левом берегу Днестра и законы сепаратизма? Ну, это, кстати, тоже часть по закупке электроэнергии. Или, например, опять решение этой чрезвычайной комиссии, которая делает Беругари от закона по окружающей среде и выдает лицензию. Металлургическому заводу. Это то же самое. Это все будет, как говорится, в том же деле, в той же папке, да, зашито. У граждан когнитивный диссонанс. Раз вы говорите, а говорите бы, или как будет действовать? Люди уже поняли, какой сумасшедший дом у этой партии и что они делают, понимаете? То есть не знает левая рука, что делает правая. Ну, давайте поговорим о разрешении энергетического кризиса, если таково имеется. И последствия начнем с болезненной темы газа. Мы уже говорили о том, что на текущий момент на рынке цена на газ снизилась. Однако мы продолжаем платить 29 лев по тарифу. Сегодня господин Спын отметил, что минувшая зима была сложной с энергетической точки зрения, но наша страна справилась. Вот мой вопрос. Как мы справились? В какой мере избавились от зависимости от Газпрома? Во что нам это обошлось в целом? Ну, в какой мере мы справились с этой проблемой? Наверное, лучше всего судить по этим счетам, которые приходят каждый месяц по электроэнергии, по газу. Вы видели заявление 2 или 3 дня назад Молдова ГАЗ, что с 1 марта они начнут опять отключать. Отключать неплательщиков. С чем-то миллионов накопилось долгов. То есть люди просто не могут платить за этот газ. Мы с вами обсуждали кризисные платежи, неизбежность. Да, вот именно. То есть он наступает и в марте тем еще больше людей будет, которые не могут заплатить. Это по части как бы индивидуальных затратов каждого человека. Но у нас есть и другая часть. Мы ведь покупали или купили этот газ для резервов осенью из бюджетных денег. Если в цифрах хотите, например, можем так сказать, государственный долг вырос с сентября по февраль, включительно 23-й год, на 13 миллиардов. Там 13 миллиардов лей за эти 6 месяцев. Значит, или 5 даже получается. Значит, все эти деньги практически ушли на оплату вот этого газа, электроэнергии и так далее. И зима еще не закончилась. Тут еще не долго за февраль, да, тут только за январь 23-й год, не за февраль и нет еще за марта, который тоже отопительный сезон. Поэтому там наберется сумма 17-18 миллиардов, где-то может быть больше, может быть меньше. Вот в деньгах сколько это стоит по части публичных денег, не говоря об индивидуальных. Поэтому то, что у нас есть такие реляции от официальных лиц, что, слава богу, зима ушла и так далее, это... К тому же мало кто говорит о состоянии, например, Кишиневского ТЭЦ, который все практически три блока угробили этой зимой, да? А там... Господин Парликов уже говорит о том, что надо этим заняться вплотную. Очень много. Но это уже будет разговор о следующем отопительном сезоне, естественно, об этом он говорит. Я знаю, что при нормальной власти следующий отопительный сезон заканчивается, начинается практически первый день после окончания предыдущего. Ну, надеемся, что господин Парликов будет этим заниматься более прозрачно и эффективно, но все-таки мы хотим знать, за что мы заплатили эти 13 миллиардов лей, да? Ну, у вас есть... Второе. Мы говорили, что без света, но зато, как там они говорили, да, без вас, но... Ну, да, и отказались от закупок российского газа. Я так понимаю, что весь газ от Газпрому сейчас идет на левый берег Нестра, а мы покупаем или греем себя газом, который покупаем по рыночным ценам. Вот у вас есть четкое понимание, у кого, по каким ценам Молдова сегодня закупает газ, и почему в связи с ощутимым снижением цен на газ на рынке, это не сказывается на наших тарифах? Ну, исходя из того, что мы по-прежнему платим 29 лей, и Молдова газ покупает у фирмы прокладки Энергоком по 1380 или 90, сколько они сказали сегодня, да? Мы понимаем, что кто-то очень сильно затарился осенью газом, который стоил в 2 или в 3 раза дороже, чем сейчас. Ну, вам на это скажут. А как мы должны были поступить? Была паника на рынке, мы боялись, что народ останется без энергоносителей, в принципе, ни отопления в таком случае, ни... Я бы хотел посмотреть, кто еще был таким хозяйственным в регионе, да, который платил 3 цены за газ или 4 цены за газ, и потом говорит, что, ну, извините, мы боялись. Помимо нас, дураков никого нет больше, да? Кто это так делал, да? Мне сложно сказать, может быть, кто-то и делал, я не знаю. Не делали, потому что там все-таки люди здравомыслящие и, наверное, чуть почистоплотнее будут, чем бывший вице-премьер. Поэтому он и скрывает эту информацию, да, он нам расскажет в конце зимы, как мы покупали газ осенью, да, пока все эти деньги они потратят. Поэтому, да, мы сейчас, к сожалению, платим за действия прошлого правительства, прошлой осенью, когда они покупали газ по сумасшедшим ценам, типа для создания резервов. Хорошо, каким вы видите развитие газовой темы Молдовы? Правительство США планирует поддержать Молдову в ее усилиях по снижению зависимости от российской энергии новым пакетом энергетической помощи на 300 миллионов долларов, и это не последняя помощь, но тем не менее. Мы благодарны, конечно, нашим партнерам за то, что они нам помогают, но я думаю, что эта помощь не возникла сразу, только сейчас, когда говорят американцы. Нам уже два года говорят о том, что нам помогают все везде и по-всякому, да, так же нам говорят с телевизора, да, что все помогают. Тем не менее, со всей этой большой помощью люди не в состоянии оплатить счета, потому что компенсации оказались бутафорией, да, и обманом. И самое страшное, вот наш госдолг растет миллиардами. В январе 2023 года госдолг вырос на 3,6 миллиарда, понимаете? Объясните нашим телевизорителям, что означает рост госдолга, как он на нас сказывает? Госдолг, долг каждого из нас, мы когда-то будем, и сейчас платим, кстати, по долгам, будем вынуждены платить через налоги, которые взимает с нас государство. У государства других статей дохода практически, чем налоги, которые собираются всех нас, нету, да. Если нам кажется, что мы не заплатим то, не заплатим то, потому что я не делаю то и не то, это будет все в цене на хлеб, на разные продукты, которые мы покупаем. В те же тарифы и так далее. Еще раз, за этот отопительный сезон, или за этот зимний сезон, начиная с сентября, потому что тогда они говорили, что создают резервы. По январь государственный долг вырос на 13 миллиардов. Ну добавьте еще февраль и март 5-6 миллиардов и посмотрите, сколько нам обошлось вся эта история. При том, что нам все, кому не лень, помогают. Поэтому я бы не говорил, что эта помощь настолько существенна, чтобы решить энергетический вопрос. Видите, остались деньги для компенсации, их используют в следующем году. Ну я на это заявление не стал бы смотреть серьезно, потому что они тоже говорят что-то, а потом думают. Я приведу вам пример еще раз. Раз вы говорили, какие последствия для людей, накопление долгов. В прошлом году, в 2022 году, бюджет заплатил проценты по кредитам в сумме 2,7 миллиарда лей. 2,7 миллиарда лей. В этом году заплатить 5,3 миллиарда лей только проценты по кредитам. Понимаете, 5,3 миллиарда лей. Я вам скажу, что помещается в этих 5,3 миллиарда лей. Я еще и приводил этот пример. Значит, у нас помещается в 5,3 миллиарда дорожный фонд на 1,5 миллиарда. Фонд по поддержке сельского хозяйства на 1,5 миллиарда. Помещается вся оборона, которая у нас выросла сильно в этом году, по-моему, на 1,7 миллиарда. Всего получается сколько уже? 4,7 миллиарда. И культура. То есть, вот все эти 4 важные направления помещаются в сумму, которой мы заплатим только проценты. Это не тело кредита, который мы должны возвращать, а только проценты. Вот к чему приводит вся эта ситуация с так называемой обильной иностранной помощью. Она на самом деле растет долг, который нам никто не простит. Никогда не простит. Хорошо. А как бы вы действовали? Мы говорили с вами. Для того, чтобы такое не случилось, не надо попадать в такие ситуации. Мы же не будем сейчас все эпопею доминирования нашего перед поставщиком газа. Как мы их там обули в штаб-квартире «Газпрома» и так далее. Мы же сейчас это не говорим. Тем более, что мы ушли из одной крайности в другую. Нам рассказывали, что у нас солидный контракт на 5 лет по нашей формуле. А потом оказалось, что мы вообще не берем сейчас газ от «Газпрома», а покупаем по выгодным рыночным ценам. И когда «Газпромовский газ» был намного дешевле, чем рыночные цены, мы, оказывается, затарились. Потратили эти миллиарды лей. Так а сейчас что мы делаем? Меня интересует. Вы понимаете? Объясните вы, может быть. Мне очень понятно, мы сейчас закупаем за какую сумму, куда мы это все откладываем, почему мы не меняем. Я думаю, что вам нужно пригласить людей, которые занимаются этим вопросом сейчас. Что я буду гадать, что они делают. Они же нам не говорят, какие объемы купили. Мы знаем, что нам на всю зиму правому берегу нужно 700 миллионов кубометров газа. Ну, в этот отопительный сезон меньше, потому что благодаря их экономии многие экономические агенты закрылись. Но пусть будет 600 миллионов или 500 миллионов. Мы же не знаем, сколько они закупили. Они же нам не говорят. Когда в нашу систему попадет дешевый газ, мы не знаем. Потому что не говорят. То есть никаких прогнозов по развитию газовой темы вы не можете сделать. Я прогнозы могу сделать, но зачем спекулировать, когда должны быть официальные данные. Пригласите премьер-министра, пригласите нового министра энергетики. Он более прозрачный должен. Ну, дай бог, чтобы они приходили. Вопрос, возмутивший граждан. Резко вырос тариф на тепло. В Кишуневе за отопление нужно будет платить 3577 лев за гигакалорию. Решение принято на РЭП по запросу термоэлектрики. Что вообще произошло, господин Кико? Ну, обоснование, требование повысить тариф – это цена на газ. Они говорят, что энергоком продает им по 1300 с чем-то. Соответственно, раз мы тратим газ из наших резервов по цене, которая в три раза больше, чем рыночная сейчас, наверное, у них есть экономическое обоснование для этого делать. Но тут опять возникает вопрос. А вроде бы этой зимой мы мазутом пользуемся. Из-за этого топлива мы угробили наш ТЭЦ, да, и другие системы и так далее. Причем тут цена на газ, да, если мы… Нет данных, не говорят, да, то есть не показывают, а просто уходить в зону спекуляции я не хочу. Слушайте, ну это же все почва для социального взрыва. И все возмущаются в социальных сетях, на кухнях, но не выходят на улицу. Почему все-таки? Куда еще зажимать эти, закручивать гайки? Ну, видимо, наверное, есть еще у людей терпение и так далее. Тем более, что есть еще большая категория людей, которые поддерживают эту власть. Это видно. Я не думаю, что они это делают сознательно. Скорее всего, тоже из-за боязни войны, дестабилизации и так далее. И власть, понимая это, именно поэтому и выходит с такими заявлениями, чтобы держать людей в страхе. Но это не будет продолжаться бесконечно. Да. Ну, у нас в этом году местные выборы, в следующем году президентские, далее парламентские. Ну, мы как-нибудь еще проживем эти два года с половиной. Мы говорили много раз, что от местных выборов, от результатов местных выборов будет зависеть дальнейшая судьба этой центральной власти. Потому что, если они проиграют эти выборы, а все основания для этого есть, то мы будем спрашивать, кого они представляют. И здесь будем заниматься плагиатом. То есть, то, что они делали в 2020 году, когда Санду выиграла выборы и говорила, что этот парламент больше никого не представляет и так далее, наверное, так и будет. Это же, я еще раз говорю, прецеденты, которые они создавали, будут потом работать против них. Будет ясно, что у них больше нет поддержки народа. Вот такого рода протесты надо делать, осознанно голосовать против них. И тогда мне нужно будет ждать два года для того, чтобы убрать эту власть. Мы из этого исходим, поэтому и стараемся объяснять людям. Партия развития объединений выдвигает своего кандидата на пост мэра Кишинева? Да, у нас было предварительное общение с коллегами, есть предварительные согласия на то, чтобы нашим кандидатом на должность генерального примара был бывший министр экономики и энергетики господина Тулы Усатый. Мы уверены, что его профиль, его профессиональность именно по части инфраструктуры, развития хозяйства, будем говорить, в муниципе как раз тот профиль кандидата, который нужен Кишиневу. Ну и тоже надежда на политическую осведомленность кишиневцев и близлежащих, дабы и фамилии Усатый, она у нас достаточно известная. Ну я ваш сарказ понимаю, но это не тот Усатый, который вы говорили. Но мы исходим из того, что людей надо информировать, чтобы кандидат стал знакомым. Мы видели, к чему приводит избрание звезд. К чему приводит. Мы же, как говорится, легки нападем, когда нужно голосовать за разных проходимцев. Что-то нам расскажут красивое, интересное. А потом у нас была история с бывшим мэром. И к чему привело то, что люди доверили два или три раза, сколько этому проходимцу руководства города. А насколько будет жесткая борьба на этих местных выборах? Любая борьба жесткая. Надо понимать, что эта власть будет беспредельничать. Но если они думают, что мы им позволим делать все, что хотят, то они ошибаются. На этой ноте мы с вами прощаемся сегодня. Я вас благодарю за эфир и напоминаю нашим телезрителям, что в студии был лидер партии развития и объединения, экс-премьер-министр Молдова Иоанн Кику. Благодарю вас и благодарю вас за внимание, дамы и господа. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова